Итак, всем привет! Мы в очередной раз затронем эту тему. Последнее видео, часть седьмая. Параллель декста. Самые частые ваши ошибки, допускаемые при установке. Значит, первое, что мы делаем, это мы включаем VPN. Неважно, Бельгия, Германия, Франция. Самый быстрый сейчас в Бельгии. Мы включили VPN, открываем установочник, устанавливаем. После того, как мы обновили даже параллель, если мы ее обновили, я объясню, что делать дальше. Однако, есть видео на канале, я уже про это говорил. Давайте подождем, пока устанавливается. Введем пароль. Все, VPN нам больше не нужен. Закрываем. Вот у нас параллелька. Допустим, мы ее обновили. То есть, мы ее обновили. Вы посмотрели мои ролики, обновили параллельку. Идем в Telegram. Даже не так. Давайте по-другому зайдем в Telegram. Я понимаю, это будет глупо, но все же. Ответ на вопрос многих, где находится наш Telegram. Переходим на главную страницу канала. Если с телефона, то о канале. Вот Telegram. Если с компьютера, на главной странице. Вот у нас главная страница. Вот кнопочка Telegram. Я пометил. Нажимаем. Переходим в канал. Открываем. Вот мы в нашем Telegram канале. Здесь не будет ссылки. Ссылка находится вот здесь. Нажимаем сюда. Нажимаем еще. И нажимаем вот на эту ссылку. Чат обсуждения и помощь в Telegram. Нажимаем. Попадаем вот в такие темы. Нажимаем на тему в параллельке. И вот она ссылочка закрепленная. Нажимаем на нее. И скачиваем папку. Пока скачивается, скажу, что обязательно Master Disable Command запускать. Для установки программы с любого источника. Обязательно делать то, что я говорил в предыдущих роликах. Если вы устанавливаете впервые. И обязательно, конечно, Command Line Forex Code. И доступ к терминалу к жесткому диску. Тоже обязательно. Очень частая ошибка есть при попытке сделать бизнес-версию. Вот сейчас мы на эту тему с вами поговорим. Вот у нас скачалась папка. Мы ее открываем. Самая первая ошибка, которую допускают люди, допускаете вы. Нельзя запускать скрипт прямо оттуда. Вот прямо из этой папки. Он не сработает. Не получится. Что мы делаем? Мы перетаскиваем эту папку на рабочий стол. И оттуда уже запускаем. Второе. Второе. Это сбой подключения к службе. Или не удается связаться со службой параллель. Вот пока параллельно вот в таком состоянии. Мы можем нажать плюс. Ну или у вас будет вот. И получить Windows 11 от Microsoft. И нажать продолжить. И пойдет. Установка, скачивание, установка системы. Если надо, какая-нибудь другая операционка. То есть тот же Ubuntu, Kali Linux. То есть любой Linux, допустим. Также выбираем встать. Если вы будете делать это уже с бизнес-версией, то будет писаться. Не удается связаться со службой параллель. Если у вас уже есть виртуальная машина. Вот пока виртуальная машина параллельится в таком вот состоянии. В обычном. Переходим в папку параллель. И открываем эти машины, чтобы они появились здесь. И тогда после этого у вас уже, как говорится, все будет в порядке. Следующая ошибка. Это программа по умолчанию. Должна стоять терминал. И еще одна ошибка. То, что люди запускают скрипт. Просто запускают. То есть без зажатого Ctrl. Я не знаю. У многих такое. Вот не срабатывает. Не хочет срабатывать. Еще одна ошибка. Зайдем в библиотеки. Бывали случаи, что машина не активировалась. Из-за того, что вот здесь нужно было удалить вот этот файл. Просто удалить. И тогда все срабатывало. Я помогал девушке. Однажды. Диана, тебе большой привет. Прямо с канала. Прямо от меня. Так вот, мы удалили вот отсюда этот файл. И запустили скрипт. Все сработало. Давайте зажимаем Ctrl. И запускаем. Появляется такое окно. Вводим пароль. Обращаю ваше внимание, что пароль не покажется. Мы просто его вводим. И просто нажимаем на Enter. Все. Теперь запускаем. Бывает такое, что есть, как я его называю, висяк. То есть машина висит и ничего не происходит. Закрываем. И еще раз нажимаем. Только уже без зажатого Ctrl. Просто пробуем. Бывает всякое. И запускаем еще раз. И все запустилось. Пожалуйста. Но бывает такое, что есть, Ctrl запускается. Если мы нажмем на Ctrl и нажмем на скрипт. Все, что я говорил делать в предыдущих роликах. Некоторые пункты, они обязательны. То есть смотрим предыдущие все видео и делаем. Это, как дополнение, очень частые ошибки ваши при установке параллельки, при обновлении параллельки. Все работает. Еще раз, где наш Telegram покажу, чтобы вопросов вообще не возникало. А вот он. Если с телефона, то о канале. Если так, то с главной страницы канала. Почему ссылки не даю под видео? Потому что YouTube это, видимо, не особо любит. Предупреждение мы уже получаем. Так что, Telegram канал у нас вот здесь. И пару слов по поводу чипов M2. Скажем так, чипов M2 серии. Чипы M2 пока не совместимы с Parallels Tools. То есть при установке Windows не работает сеть. Чипы M1 серии, там все прекрасно. То есть человек ставит Windows, у него работает сеть. Он потом применяет скрипт и все. По поводу чипов M2 серии нужно ждать обновления самой параллельки. Либо 18.1.3, либо Parallels 19, которая выйдет в 2023 году. Предположительно в августе. В конце июля даже. Поэтому вот так. Владельцы маков на платформе M2 не расстраиваемся. Просто ждем обновления параллельки. Этот ролик уже будет последний по этой теме. Я не знаю, к счастью или к сожалению. Но, однако, данный ролик последний. Когда выйдет 19-я версия, мы вернемся к этой теме. Если видео понравилось, подписываемся на канал, ставим лайк, пишем комментарии, приходим в Telegram, скачиваем папку. То есть все как обычно. Всем пока, до встречи в новых роликах. Субтитры сделал DimaTorzok